Тут главное не перепутать бактерии с вирусами. Разница проста. Бактерии могут размножаться сами по себе путем деления. А вот вирусы живут за счет чужих клеток, например, человеческих. Так, ситуация с заболеваемостью вирусными гепатитами в России приобретает угрожающие формы. И прогнозы Всемирной Организации Здравоохранения на этот счет неутешительны. Что это за болезнь? Как она проявляется? Есть ли способ уберечь себя от гепатита? Мы узнаем у гепатолога Сергея Соколова. Доброе утро, Сергей Александрович. Здравствуйте. Скажите, на сегодняшний день можно говорить, что гепатит – это чума 21 века? Да, так можно говорить. И Всемирная Организация Здравоохранения в 2013 году обозначила эту проблему как одну из самых актуальных. А чем он так опасен? Опасен тем, что если вовремя не выявить эту инфекцию и не лечить, то в каждом третьем случае, то есть в 33%, со временем развивается цирроз печени, который приводит к быстрому летальному исходу для человека. Ну вот смотрите, мы знаем, что гепатит делится на А, В, С. Чем они отличаются друг от друга? Это совершенно разные вирусы, хотя орган мишени для них один – это печень. То есть каждый из них вызывает воспалительный процесс, который может быть в острой хронической форме. Некоторые только в острой форме гепатита. Гепатиты В и С могут приобретать хроническое течение. Чем они более опасны? Ну вот смотрите, вот они по три разные, но самое опасное это у нас считается С же, да? А как-то у нас легкая форма? Совершенно верно. Поскольку гепатит А никогда не переходит в хроническую форму, считается более простая инфекция. Гепатиты В и С нельзя разделять по степени значимости, они составляют единую проблему, ибо оба могут вызывать хроническое течение заболевания и цирроз печени. Скажите, а как можно ими заразиться? Вот они передаются воздушно-капельным путем или только через кровь? Вирус гепатит В и С передаются только через кровь и половым путем. Поэтому заразиться можно при употреблении наркотиков внутривенно и, к сожалению, при некоторых медицинских манипуляциях, если используются недостаточно обработанные инструментарии. В частности, стоматологические пособия. Я не имею в виду профилактический осмотр у стоматолога или там пломбирование зуба. Речь идет о удалении зубов или замене зубов, каких-то таких масштабных вмешательствах. Это и все, и А, и В, и С? Нет, это касается только гепатита В и С. А А как можно? Гепатит А передается только энтеральным путем, то есть при употреблении воды, в которой может содержаться вирус, недостаточно термически обработанной, не кипяченой, или продуктов питания достаточно обработанных. То есть грязные продукты могут нас привезти, поэтому нужно промывать тщательно? Да, простые средства гигиены. Хорошо, тогда симптомы, как они проявляются? Вот вы сказали, что В и С это как-то они не показывают, они более хронические, незаметные. А как? Пятна идут? Что? Если происходит инфицирование вирусом гепатита А, то, как правило, это желтуха. Пациент это замечает, его ложат в больницу, через какое-то время он выздоравливает благополучно. Что касается гепатита В и С, то после внедрения этих инфекций длительное время может быть абсолютно никаких симптомов. Единственное проявление – это утомляемость немотивированная, какая-то тяжесть боли в правом подреберье. И долгое время человек может не знать о своем заболевании. Этим они и опасны. Ну, знаете, я где-то слышала, что при гепатите А желтеют глаза, белки. Это правда? Верно. Желтуха вначале появляется на слизистых оболочках, в первую очередь. Они приобретают желтоватый цвет. То есть если вы каждый день смотрите… Язык желтый? Небо желтое. То есть верхняя часть ротовой полости, называется твердое мягкое небо, оно приобретает желтоватую окраску. А также слизистая оболочка склер, конъюнктива, тоже становится желтой. И после этого, через некоторое время, желтеет уже сама кожа. Ну, что касается вирусных гепатитов ВС, как тогда проверять? Постоянно сдавать анализы, если они проявляются хронически? Совершенно верно. Если мы хотим себя как-то обезопасить, ну, в конце концов, добиться раннего выявления этих заболеваний, необходимо раз в год, как мы сдаем профилактические, флюорографию, общий анализ крови, необходимо сдавать кровь на эти инфекции, на вирус гепатита ВС. Один раз в год. А лечение можно ли полностью вылечить? Либо это всегда болезнь будет сопутствовать? Этот вопрос каждый день мне задают пациенту на приеме. Действительно, излечим ли гепатит ВС? Но вот чтобы развеять все мифы по этому поводу, скажу, что на сегодняшний день, к сожалению, вирус гепатита В, практически хроническая форма этого течения заболевания, практически неизлечима, к сожалению. Это удается добиться только в менее чем 5% случаев. Обратная ситуация с вирусом гепатита С хронически, при котором с использованием современных противовирусных препаратов удается достичь излечения более чем у половины больных. Полного излечения. А кто у нас в группе риска? В группе риска это люди, употребляющие наркотики внутривенно, это люди, которые в силу каких-то обстоятельств вынуждены часто прибегать к врачебным манипуляциям, я имею в виду оперативные вмешательства или стоматологические пособия, и люди, ведущие беспорядочную половую жизнь. А вакцинацию нужно обязательно ставить? Она защитит нас полностью от этого недуга? Да. На сегодняшний день существуют вакцины против гепатита А и против гепатита Б, которые практически в более чем 90% случаев защищают человека от этого заболевания. К сожалению, вакцина против гепатита С пока разрабатывается. Но будем надеяться, что она разработается, и что этот недуг будет обходить нас стороной всех. Спасибо большое, что к нам пришли. Хорошего дня и до свидания. Спасибо вам. До свидания. Напомню, у нас в гостях был гепатолог Сергей Соколов. Запись беседы вы сможете найти в группе «Утро с вами» в ВКонтакте или на сайте tumantime.ru. На этих же ресурсах, а также на сайте «Вслух.ру» вы можете оставлять свои комментарии и вопросы к гостям будущих программ. «Утро с вами» в ВКонтакте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.